Протеерей Андрей Ткачёв Братья и сестры, здравствуйте. Мы сегодня поговорим об ангельском мире. Почему именно об этом я попытаюсь сейчас рассказать. Здравствуйте. Мы не одни сотворённые в этом мире. У Господа Бога есть множество творений, тварей. И первая, главная часть его творения – это ангельские, как нам открывает эта церковь. Нам нужно кое-что знать о них. Ну хотя бы для того, чтобы, например, понять славу Божьей Матери. Мы к Божьей Матери когда обращаемся, мы говорим, что она честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим. То есть нужно какое-то зелёное понятие иметь о херувимах и серафимах, потому что это непосредственно относится к Богородице. Она честнейшая и славнейшая без сравнения. Ну и у нас есть невидимый друг в числе ангелов, хранителя нашего. И Господь нам обещает, что в будущей жизни мы не будем посягать и жениться, но будем как ангелы Божьи и сынами воскресения. В общем, нам туда дорога, нам с ними повидаться придётся и узнать много, и войти в эти хоры ангельские, в чины в эти строятся. В общем, мне хотелось бы поговорить об этом с вами сегодня, чтобы, возможно, привлечь к себе внимание ангельских сил, стать немножко ближе к ним, заручиться их такой любящей поддержкой, ну и как-то оградиться от той второй части ангельских сил, которая тоже есть, которая со временем возникла и которая сегодня так активно пытается участвовать в нашей жизни, сделать нас участниками собственного проклятия. Почему такая тема близкая к земнородным? Хотя мы из плоти и крови, а они из огня. Твори ангелы своя духи и слуги своя пламень огненный, да, там пишется в 103-м псалме. Но вот мы будем говорить о них бренными устами, будем про огненные духовные существа разговаривать. Здравствуйте, батюшка, меня зовут Анна, я из Минска, учусь в Московской Духовной Академии. И я хотела бы задать такой вопрос. Есть ли у ангелов характер или они представляют у себя какую-то одну сущность, единую сущность? И мне приходилось считать у отцов, что ангелы сотворены в великом множестве, как каждый из них, как отдельная личность. То есть когда их творил Господь, Он творил их каждого в отдельности, как совершенно уникальных, неповторимых, отдельных существ. В отличие от человека, человек был сотворен один, потом ему помощница по нему была взята от него же, и потом от этой пары, как говорит, от одной крови, было угодно Богу расплодить весь род земной. То есть у человечества есть некий общий корень. То есть мы все явились во всем многообразии, человечество явилось из одного корня, от одного мужа, от одной жены, имена которых нам известно. То есть он Адам, она после согрешения Хава, Ева. У ангелов нет, у них нет общего прародителя, они не рождались все от одного какого-то ангела, поэтому у них нет родственных связей, у них нет родственных уз, у них нет понятия старший брат, например, или дядя, или отец, или мама. У них нет этого, они совершенно другие. И сотворены они были каждый в отдельности. Мы спасаемся Христом. То есть у нас, как говорит, первый Адам согрешил, первый перстный Адам, взятый от земли, согрешил, потом с небес пришел, второй Адам, Господь с небесе. И вот мы, грех первого Адама взял на себя новый Адам, и во Христе мы спасаемся. В Адаме все умирают, а во Христе все оживут. За грех одного умирают все, за праведность одного спасаются все. Богословская такая, значит, вещь, она излагается в послании к римлянам у апостола Павла. А у ангелов так нет. Ну и каждый из них должен, допустим, из бесов, каждый должен каяться в одиночку. Нельзя, чтобы кто-то там вторгся в ангельский мир, один какой-нибудь спаситель ангелоподобный, и спас всех ангелов. Такого невозможно, потому что они каждый в отдельности взяты. Он как бы каждый сотворен наедине. Каждый отдельный. Бог же ничем не сдерживается в творении. То есть творческие потенции Бога, они же бесконечны. Поэтому ему было не трудно и не тяжело сотворить ангелов каждого в отдельности. При том, что их мириады, их огромное количество. Ангельские силы отличаются каждой своим личностным характером. Это отдельно взятая личность. Это духовное существо, сотворенное в единственном экземпляре. Уже по характеру служения, по степени высоты и чистоты, по степени своей духовной организации, они уже там делятся на девять чинов. Там кто-то из них ближе к Богу, кто-то дальше. Кто-то ближе к людям, уже занимается человеческими делами, охраняет нас и так далее. Но они выстраиваются в девять чинов. И каждый из них отдельно взятый. Это интересный, кстати, вопрос. Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Христина. Я тружусь в Московской Духовной Академии. Увлекаюсь музыкой, живописью. А вопрос у меня такой. Каким может быть влияние ангельского мира на человека во снах? Ведь бывают же такие сны, когда ты чувствуешь, что бесощина какая-то у тебя снится. И прям ощущаешь это. И страшно, и просыпаешься. А бывает, что наоборот, чувствуешь какую-то ангельскую силу, добро, какую-то безопасность. И с одной стороны, снам верить нельзя, потому что они могут быть и от дьявола. А с другой стороны, вдруг Господь хочет что-то сказать и что-то направить. И ведь действительно бывают такие сны, проснувшись от которых, ты задумываешься о чем-то. И как-то это все приносит хорошие плоды. Во-первых, конечно, мы с трудом понимаем, что такое сон. То есть, если ученые, физиологи, все антропологи, никто же нам точно природу сна не объяснит. Сон очень похож на смерть в разных религиозных системах. В архаичных культурах, например, под строжайшим запретом было будить человека. Считалось, что душа не успеет вернуться в тело, и он будет мертв. То есть, во время сна наша телесная оболочка подвергается отключению, серьезной отключке. И душа начинает жить с более свободной жизнью. Во время активного бодрствования душа скукоживается и втихаря, что пищит что-то свое. Но ты отвлекаешься и голосом, и слухом, и тактильными ощущениями тем и тем. Душа как бы здесь не проявляет себя. Когда тело отключается, душа проявляет большую свободу. И действительно, душа располагается к неким влияниям снаружи и таким, и таким, и плюсовым, и минусовым во время сонного отдыха. Говорят, что все наши сновидения, они пролетают в голове за краткие несколько секунд перед пробуждением. Что мы не смотрим сны весь период своего сонного отдыха. Нет. Мы просто проваливаемся в черную яму без сновидений, а на моменте пробуждения... Кстати, рекомендуем почитать у Павла Флоренского такой труд, называется «Иконостас», где он там пишет об обратной перспективе и как раз пишет о том, что сны – это тоже некая вывораченная наизнанку реальность. Он пишет, что душа, промытая сном, душа праведника, промытая сном, открыта к влияниям духовного мира. И самые светлые сны, говорит, он говорит, бывают именно на пробуждении, на выходе праведника из сна в бодрствование. А самые грязные сны бывают у человека, когда проснулся, потом опять заснул. Вот эти проверьте по себе. Если вы, например, проснулись, походили, походили, стакан воды выпили, опять легли спать, то как раз вот это второе засыпание часто рождает самые какие-то гнусные сны. Как будто к тебе приступает какой-то такой черный Оль Лукоя с тем черным зонтиком, начинает крутить над тобой эти сновидения. Это действительно фактология, которую можно проанализировать. Из Писания мы читаем про то, как много всего во сне случалось с человеком. Сны видел и понимал и толковал Иосиф в Египте и до Египта. Сны видел и понимал и толковал Даниил в Вавилоне. Сон видел Яков, лестницу до небес, там, где он лег спать на земле Божьей. Иосиф, обручник, постоянно через сны был вразумляем ангелами. То есть ангел во сне явился Иосиф у глаголя «Иосиф, не убойся принять Марию», родившийся в ней Духа Святого. Потом Ирод помыслил младенца убить, и ангел является, говорит, «Встань, возьми отрача и матери, беги в Египет». Потом Ирод умирает, говорит, «Встань, возьми отрача и матери, во сне опять, иди в Израиль». Очевидно, душа во сне ближе к духовному миру, и может быть непосредственное влияние духовных сущностей на душу и на общение с ним. Только здесь остается только один очень важный вопрос. Что, конечно же, ангелы общаются со спящими праведниками. И общаются с ними не всегда, не каждый день, а общаются какие-то узловые, ключевые точки истории. Какие-то особенные времена, когда нужно что-то открыть человеку. И наиболее способен он к этому откровению именно во сне, когда тело его не бодрствует, а душа его открыта. И он чист. Чтобы чистый пришел к человеку, нужно, чтобы человек был чистый. Потому что к грязному приходит грязное. Поэтому подавляющее большинство наших снов – это либо белиберда, спутавшаяся за день в голове, ну, такие-то калаш из дневных приключений, или наша внутренняя грязь, реализовавшая в подсознании, так сказать, вылезшая наружу. То есть днем ты себя давишь от чего-то, например, ты, так сказать, усилиями ума давишь в себе какую-то гнусную мысль. А потом, когда твой ум ослабевает, и ты отдыхаешь, оно вылазит и начинает жить своей собственной жизнью. Поэтому, конечно, к грязному лучше все прийти кому-то грязному. А к праведникам – ключевые моменты жизни, когда нужно спасать Христа младенца, или нужно откровение Божие открыть Даниилу о судьбах мира, или Иосифу о судьбе фараона. Значит, в это время Господь удобнее всего Господу разговаривает с человеком как бы на ухо во сне через вестников своих. И, конечно, очень часто и эти подбираются к человеку, и ты чувствуешь во сне прям, ощущаешь половину твоего существа, как будто уже и не спит. Ты понимаешь, что ты сталкиваешься с какой-то реальностью. И многие пытаются во сне перекреститься, многие пытаются во сне бормотать молитвы, будто кто-то тебе сел на руку и не дает тебе перекреститься. Ты кричишь какой-то там «Господи, помилуй» и просыпаешь собственного крика. Бывает такое, хочешь помолиться, тебе какой-то горло сдавило. Ты кричишь такой «А, Иисусе, Иисусе, Иисусе!» Во сне тело перестает диктовать душе свои законы. И во сне душа получает некую свободу и ведет себя более впечатлительно, более свободно, так сказать. Она обмывается как бы этими волнами сна. Это ее природа. То есть она как бы омытая сном, потом утром пробуждается, готовая к каким-то новым восприятиям. В этом есть какая-то тайна, красивая тайна. Нам же зачем-то нужен сон. Он же нужен нам очень. Не только для отдыха. Это слишком банально. Он вообще переключает нас на куда-то другой режим проживания. То есть у нас есть биологические часы, и мы склоняемся к сну в темное время суток. Это вообще какая-то такая своя какая-то область жизни. Душа во сне не перестает работать. Только она работает в другом режиме, в более чутком, в каком-то своем, параллельном. Так что, конечно, во сне и бес может прийти к человеку, и ангел может прийти к человеку. Дорогие друзья, мы возвращаемся в студию. Мы сегодня общаемся на тему ангельских сил. Всяких ангельских. И ангельских таких, значит, которые со знаком минус. Но и тех светлых, которые наши друзья, и, надеюсь, где-то здесь с нами тут присутствуют. Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Марина. Родилась, живу, работаю в Москве. Вопрос у меня такой. Если ангелы исполняют Божью волю, то как же самый светлый, самый сильный ангел Деница стал дьяволом? И ангелы, которые стали бесами, последовали за ним. В наши дни могут ли людям являться ангелы? И как не перепутать, ангел пришел или бес в обличии ангела? Они одарены волей, как разумные существа. То есть воля у них у всех есть. С той разницей, что одни стали самовольниками и своевольниками, а другие волю свою покорили волей Божией. То есть воля у них есть. Безвольные существа не способны на грех. То есть существо, не одаренное свободой воли, грешить не способно. Как не способен грешить, например, там, скажем, там, ни волк, ни пес, ни овца, ни канарейка. То есть у них нет свободы. Они действуют в рамках своих инстинктов. И не наказывается волк за то, что пожирает живую плоть. И не хвалится овца за то, что жует только травку. У них нет похвала, ни рука не принадлежат. Они лишены свободного выбора. А ангелы имеют свободный выбор. И они уже им распорядились. Один из них сказал, я никому кланяться не буду. Как у Исаии там есть такой. Выше звезд поставлю престол мой. Буду подобен Всевышнему. Кто со мной? И кому-то это понравилось. Это такая бунтарская такая лихая идея. Как только появляется лихой человек, вы знаете, да, среди людей. Сразу вокруг него сбивается такая плотная шобла, такая шайка, такая, знаете, лихих, негодных людей. Так они написаны в Библии, негодные люди. Там возникает какой-нибудь там, давайте за мной, я сейчас там пойду. И все, выйдет там какой-то Станин Каразин, там какой-то Емелька Пугачев, как бы. И сразу куча вокруг него, там Лжедмитрий какой-нибудь такой. Так же и в ангельском мире возникает сильная личность, которая говорит, за мной все. Хватит кланяться, служить там, петь, молиться, хватит. Я буду выше всех, за мной. И они сразу, то есть они определили свою волю. Поскольку у них нет тела, определение волевого выбора у ангелов может произойти молниеносно. Однажды выбрав свою стезю, они могут уже больше никогда с нее не свернуть. Понимаете, человеку как хорошо, что у нас есть тело. Как хорошо, что тело болит. Благодаря тому, что у нас есть тело, и тело болезненное, человек является страдательным существом и страданиями очищается и вразумляется. Через страдания приходит к покаянию, через страдания приходит к осмыслению. На больничной койке начинает размышлять про свою бедную, загубленную жизнь и так далее и тому подобное. И получает шанс на спасение. У ангела все молниеносно. Мысль зашла в ангельскую голову, он весь светлый, весь одинаковый, весь как огонь. И он вдруг раз такой, не хочу никому. Что его сдержит? Что его? Его ничего не держит. У него ничего не болит, не страдает. И он весь, как бы такой, весь как божья гроза. А мы, понимаешь, тяжелые такие, тюфяки такие. У нас много для покаяния придумано. Зачем Бог дал смерть человеку? Чтобы человек не был бессмертным злом. Если бы человек был бессмертен, то согрешив, он был бы дьяволом. То есть он был бы бессмертен и горд. Это и есть сатана. А Господь дал нам смертность для того, чтобы мы через смертность свою, согбенность в старчестве, через болезни, страдания и неприятности житейские, чтобы мы в разум пришли, чтобы продлилось наше покаяние, чтобы мы покаялись. У ангелов этого нет. Заразившись гордой мыслью, они все могли сразу разделиться. Михаил, как он говорит, он же сказал почти литургический возглас. Станем добре, станем со страхом. Вон мем. Будем думать полезное Богу. То есть не помыслим злого для Бога. То есть кто как Бог? То есть дьявол говорит, буду подобен Всевышнему. А Михаил сказал, кто как Бог? Как Бог никого. То есть Бог один. Мы за Бога. И вот у них была война. Они не могут покаяться? Уже нет. У кого-то из греческих отцов я читал, что они могли покаяться аж до самого распятия Христова. Есть такая мысль. Вот такая есть книжечка какая-то была, такая про воскресение Христова, Ерофея Влахаса. И он там цитирует какого-то, то ли Никиту Стефата, то ли кого-то еще из греческих отцов, где говорится, что ангелы могли покаяться, по мнению этого отца, до распятия Господня, до страдания Христа на кресте. А после страдания и смерти Иисуса Христа на кресте и после его воскресения они, все, пропасть между ими. Может быть, эта пропасть была и раньше, не знаю, кто еще из отцов это говорит, может быть, она и раньше возникла. А может быть, действительно, именно воскресение Христова, окончательная победа над злом, может быть, она и установила как бы некие границы, которые они уже не переходят. Вот. Возможно, так. То есть, здесь можно только, так сказать, читать то, что говорят те, кто мудрее нас, ну и, так сказать, смиренно соглашаться или просто думать об этом. Так что вот они заразились, они свою волю отдали. И теперь их воля заключается в самовольстве. Но только по отношению к Богу. Потому что бесы-самовольники по отношению к Богу, но по отношению к себе и друг к другу, они находятся в четкой иерархии. Они встроены в сложную иерархию. Они похожи на хорошо военизированную, хорошо структурированную банду, у которой есть паханые начальники, у которых есть там серьезные аналитики и так далее, у которых есть просто пехотинцы, как бы там солдаты, киллеры, убийцы, развратники. И они все друг друга слушаются. То есть, младшие слушают старших. Те, что старше, слушают всех, которых еще старше. Они боятся друг друга. Они не любят друг друга. Они терпеть друг друга не могут. Они не любят никого. Они всех ненавидят. Любят только себя. Но при этом они боятся тех, кто старше их. И те, кто старше, наказывают их, и так далее, они находятся в трепете и в послушании. У них есть бесовское послушание. Это мир-перевертыш. Этот мир-перевертыш виден, например, на тюрьме у нас. Любая тюрьма, она же иерархичная. То есть там целая пирамида. И там не так все просто. Там пирамида целая. Со всеми 9-10-15 ступенечек в этой пирамиде. Каждый должен знать свое место и не вылазить. То есть сядь и не чирикай. Это бесовский мир перевернутый. У этих там своя иерархия ангельская. Михаил, Гавриил и все остальные. Херувим и Серафимы, такие славящие Господа. А у этих своя иерархия. С дьяволом, со всеми этими князьями, начальствами. Там же Павел, когда перечисляет их, он же перечисляет их в тех же категориях, в которых он говорит про ангельский мир. Он говорит, что там начало, власти, силы. Послание к Колоссянам пишет. Что все эти небесные иерархии Христом и для Христа сотворены. То есть Христос творец ангельских иерархий. А когда он пишет про бесов, он пишет, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств и властей и мироправителей тьмы века сего. То есть начальство и власти это две категории ангельских сил. То есть они сохраняют свою категориальность. Ну скажем, там полковник перебежал, например, на сторону врага и там остался полковником. Он теперь полковник на стороне врага. То есть они сохраняют свою силу, свою власть. Кто-то из них простой солдат, а кто-то из них офицер и командир. И они действительно боятся друг друга и слушаются. Такая очень яркая история, как один молодой мальчик, сын египетского жреца, какой-то жреца бесовского, уснул в храме, в котором служил его отец, в бесовском капище. И там он проснулся среди ночи, и Бог так дал ему лицезреть некое бесовское собрание такое в этом храме. Но они его не видели, когда Господь так покрыл, что он все видел и понимал, а они его не видели. И там сидел какой-то князь, какой-то страшный, на месте алтаря. Вокруг него стояло это темное воинство. И он вызывал их по одному и спрашивал, что ты сделал, что ты успел сделать. Один там говорит, я устроил в городе мятеж. А что там? Я настроил там одних против других, там были поножовщины, грабеж, резня, кровь, вопли, проклятие, насилие. В общем, в городе возникла такая сумятица гражданская. Сколько ты этим занимался? Он говорит, три года. Долго ты работал, плохо там, и по морде его, по морде. Кто там? Другой, иди сюда. Ты что сделал? Я потопил корабль на море. Я там сделал так, что там корабль налетел на рифы, короче, там ошибка капитана была или что. И люди, значит, там тонули, проклинали Бога, цеплялись друг за друга, топили друг друга, там все, каждый хотел выбраться на сушу, спастись. И так они там все потонули там посреди проклятий там своих. А сколько ты это все готовил? Говорит, он говорит, три месяца. Он говорит, долго ты готовил, и тоже по морде его. Долго, плохо работаешь. И потом куда-то третий, говорит, а ты что сделал? Я ввел монаха в блуд. Говорит, сколько ты времени потратил? Он говорит, 30 лет, неусыпно возле него бодрствовал. Ходил кругами вокруг него, значит, и таки он сблудил. Он посадил его с правой стороны от себя. Говорит, вот, берите пример. Вот мой друг, он лучше всех поработал, потрудился. Таки обнял его там, что-то там, та-та-та-та-та-та. И этот юноша, который видел это все, этот кошмар, этот весь, он на следующее утро убежал в монастырь. То есть он понял, что самая большая война у дьявола – это монах. То есть одного монаха в блуд вести, это можно полмира кровью залить. Это неважно. Главное, вот ему главное монаха в блуд вести. Это самое дорогое занятие. Слышали вы про кровавую пасху в Оптиной пустыне? Конечно, многие слышали, да? Когда этот человек с этим клинком, там, 666, там, сатанист, эти голоса у него там были, зарезал трех монаха, одного ярмонаха, двух послушников. Значит, так он же перед этим, у него же голоса были – убить на Пасху человека, убить на Пасху человека. Голос. Значит, убить, потом убить монаха, монаха убить. Он пришел туда, там, паломники, дети лежали, спали перед утренней службой, много-много детей лежало. И он хотел зарезать кого-то из детей. Он говорит, нет, монаха, не детей. И он пошел на колокольню, там они звонили, ну, звон, они ничего не слышали. И он запорол их обоих, а потом у стены монастырской третьего еще убил. Дети вроде бы чистые, без греха. Говорит, нет, детей не надо, монаха давай. Надо монаха, это страшнее, это важнее, это сильнее. Так что вот она такая, вот эта война идет у них, понимаете, у них есть воля. Есть у них воля, но не чтобы покаяться. У них, знаете, как шутка есть такая, сила есть и воля есть, а силы воли нет. Вот у них нет силы воли покаяться, они не могут покаяться. Уже не могут. Если человек не может покаяться, то он тоже как дьявол. То есть человек, когда не может каяться, а есть же люди, когда не может он каяться, но он не может покаяться. Значит, это у человека может быть много бесовского в душе. Например, бес, например, ничего не жалеет. Ему совершенно ничего не жалко. Ему, наоборот, хочется навести везде хаосы, перевороты, шурум-бурум. И там, если заводится какая-то нечисть в домах, например, есть же специальная молитва о домах, стужаемых от нечистой силы. То есть, если заводится какая-то нечисть у человека в доме, то она портит ему одежду, портит, портит, он не портит. Если человек ничего не жалеет и тоже любит портить, взял камушек и в окно, бац, дзынь, разбилось, а ему весело. Взял, значит, за ветку схватился ручонками, покачался на ветке, ветка тресь и поломалась. А, хорошо, классно, значит, пока... То есть, там поломал, там разбил, там порвал, там плюнул, значит, там насорил, значит, только... Это бес. Это бес, потому что человек уходит, человек должен жить в чистоте, в порядке и в красоте. Он должен жалеть, уважать чужой труд, уважать красоту. Там, где чисто, там не надо портить эту чистоту. Там, где грязно, там можно навести порядок. А бес нет. Ему там, где грязно, где... Вот это всё, это его. Поэтому люди имеют множество людей, имеют такой бесовский нрав, бесовское сознание. Никого не любит, не умеет каяться, любит хаос и грязь всякую, ничего не жалеет. Кто это? Это во плоти бес. То есть, у него бесовская душа. И если бы у него не было тела, а была бы только душа, он бы и был бы этим, значит, чёрнокрылатым существом. Но у него есть тело. Это тело, извиняюсь, если он маленький, значит, поэтому телу можно снять ремень, дать ему, значит, по определённым частям тела, как бы, он поймёт кое-что. А ангела как ты хлестнёшь? Никак. А этого можно. Потом будет грешить, грешить, потом заболеет, и потом, значит, будет на лекарство работать, как бы, и начнёт потихонечку вразумляться. То есть, наше страдающее тело – это фактор нашего спасения. Если бы не оно, мы были бы гордые, как демоны. Наше страдание – наше спасение. Как ни странно. Это, конечно, странно слышать, но это, в общем-то, правда. Братья и сестры, мы возвращаемся в студию. Разговор у нас сегодня о английском мире. Здравствуйте, меня зовут Ольга, специалист по оплате труда. Подскажите, вот часто перед сном желают спокойной ночи ангела-хранителя. А как же те, кто не крещены, у них есть ангелы? Я думаю, да. У нас есть такое мнение, у некоторых из наших братьев и сестёр, что люди, которые не крещены, что у них даже и имён-то нет. Считают, что раз ты не крещеный, как бы, значит, у тебя, как бы, и имени нет. Значит, а у какой там, дескать, мол, да какой там ангел будет с таким поросёнком возиться? Конечно, нет у тебя никакого ангела, раз ты не крещеный. Но я думаю, это поспешное мнение такое. Я думаю, что ангелы Божии выполняют самые разные роли. Они могут хранить целые народы. Тот же Михаил был охранником еврейского народа в древности. Вот. Они могут оберегать целые континенты, управлять стихиями. Они наблюдают, допустим, там за целым рядом какие-то вещи, и Господь может припоручать им какой-то контрольной функции всего, что в мире. И, конечно, они хранят и отдельных людей тоже. Видите ли Богу угодно, чтобы крещеный от некрещеного явно не отличался? Если бы, например, сразу после крещения мы выходили из купели, и над нами сразу бы включался нимб, и сразу было бы видно, значит, этот крещеный, он с нимбом, а эти все некрещенные, они без нимба, то это было бы как бы просто и неправильно. То есть Богу угодно, чтобы люди не отличались друг от друга вот так вот ярко и заметно, чтобы мы лишь только по внимательным испытаниям постигали опытом, значит, кто имеет Духа Святого в себе, кто не имеет, кто в ком есть вера, а в ком веры нет. Поэтому люди любимы Богом. Люди Богом любимы. И бесами ненавидимы. То есть если бы отдать, например, власть падшей силе, как бы целые, не знаю, города, селы и народы, некрещенных людей, да их бы там прям в клочки порвали в течение нескольких дней или часов. Богу люди любимы, и Он их хранит. И Своею благодатью, и Своими слугами. Я думаю так. Вообще, вы знаете, что язычники, которые жили до пришествия в мир Христа Спасителя, они ведь, сколько много они получили от Бога откровений и даров, то, наверное, числее через ангельские силы. Для того, чтобы придумать лук для охоты, плуг для вспашки и добычу огня, нужно было иметь английский ум или какую-то подсказку. Ведь древние люди, вот, допустим, берите хлеб, например, да? Вы понимаете, какая длинная цепочка выстраивается между хлебным зерном и буханкой хлеба? Ведь надо сначала землю пахать, потом это зернышко туда прятать, засеивать, потом нужно ждать, потом оно вырастает, нужно как-то догадаться, что нужно, значит, урожай снять, так сжать, потом его нужно просушить, промолотить, провеять, а потом смолоть, а потом спечь и только тогда съесть. Это какой надо иметь ангельский ум, чтобы догадаться, что из этого зернышка может быть бублик или булка там или пирожок? Откуда ум такой в человеке? Я думаю, что ангелы Божии посредничали между Богом и человеком, подсказывая людям, как им вообще жить на свете. Чтобы поймать рыбу, это надо было иметь ангельский ум, чтобы огонь развести, чтобы одежду сшить, чтобы коня приручить. Вы гляньте, какой конь сильный и здоровый. Каким нужно было быть смельчаком, чтобы запрыгнуть ему на шею, вцепиться в гриву и объездить его. Я не знаю, это люди сами додумались или это им ангелы подсказывали. Просто сама жизнь древнего человечества, она наверняка совершалась под попечением Божиим, и Бог не давал погибнуть человеку на этой земле изгнания. Он как-то внушал ему какие-то самые разные, очевидно, такие советы получали люди. И там, где возникали цивилизации, там наверняка не обходилось без какой-то помощи свыше. Потому что невозможно иначе. Это нам уже сегодня хорошо, мы уже все все знаем. Уже все-все известно. И как древесину распускать на доски, и каким лаком ее покрывать, и как добывать электричество. А кто начал все это? Кто придумал пахать землю, и догадался в нее ронять семена, и с этого уроненного семени добывать потом себе пшеницу? Так что я думаю, что здесь люди бы не... Они просто погибли бы в первом поколении. Надо было Богу как-то еще этих людей, думаю, хранить. Поэтому Бог любит всех людей и хранит их. И крещенных, и некрещенных. Вот есть такая молитва Николая Сербского за китайский народ. Говорит, Господи, как ты много всего создал. Есть у тебя многочисленные желтые люди, которым ты дал великий ум. Они великие мореплаватели, чудесные архитекторы, прекрасные поэты, тонкие философы. Они почитают старших, они любят трудиться. Они трудолюбивые, умные люди. И ты их хранишь, и ты их любишь. Вот только одного не знают желтые люди. Что сын твой родился от Девы Марии, и распят был, и воскрес из мертвых. Вот сделай так, чтобы и эти умные люди, тобою любимые, чтобы они познали Христа Спасителя. Вот в таком духе нужно думать о язычниках. В духе такой любви к ним и удивления тому, что они могут быть и храбрые, и умные, и такие, и сякие. Вот только одного у вас не хватает, что вы не знаете, что Божий Сын пришел спасти всех людей. И вас тоже. Вот поэтому я думаю, что с ангелами у них все в порядке. Здравствуйте, меня зовут Алиса. Мне 15 лет, я учусь в девятом классе. У меня вопрос. Всегда ли наш ангел-хранитель находится рядом с нами? И находится ли он рядом с нами тогда, когда мы думаем о чем-то плохом, или совершаем что-то плохое? Я думаю, что он неохотно отлучается от нас. То есть, поскольку для него нет закрытых дверей, ангела не отгонишь, в принципе, ничем. Если он захочет быть возле тебя и будет это воспринимать как послушание от Господа, он неотлучно будет при тебе. То есть, если ему дал Бог приказ быть с тобою, он будет с тобой везде. И там, где нельзя быть тебе, а ему-то что? Он же не боится скверны. Он может посещать любые места, которые нам посещать нельзя, для того, чтобы нас там сохранять. Надо, наверное, сильно постараться, чтобы прогнать его от себя. То есть, нужно настырно, прям так усиливаться, для того, чтобы совсем его рядом не было. То есть, я думаю, что они по большей части находятся вблизи нас и выполняют свое послушание. Вообще, у них нет сантиментов. Ему сказали, он будет делать. На тех местах, где служилась литургия, там, где был, например, храм, потом храм почему-то разрушен. То ли бомба упала во время войны, то ли там что-то еще случилось. Вот там всегда, говорят, стоит ангел на месте алтаря. Там будет стоять до страшного суда. Будет там стоять и молиться Богу, значит, на том месте, на котором люди однажды или не однажды приносили бескровную жертву, совершали литургию. Вот когда ангелы-губители, истребляли египетских первенцев во время Пасхи еврейской, никто же из них не говорит, «Я эту работу делать не буду. Я извиняюсь, я не буду никого убивать». Нет, Господь ему повелел, он пошел и сделал то, что ему сказали. Прошел, для всех дома зашел, куда нет знака ягнячей крови на косяках двери. Он зашел и сделал то, что ему сказали. Что он будет рассуждать, размышлять, писать жалобы кому-то. Ему сказали уничтожать, он уничтожит. Сказали пожалеть, он пожалеет. Я не думаю, что у них там очень богатая эмоциональная жизнь. Они вообще, в первую очередь, выполняют приказы. Они войска. То есть небесное воинство. А Господь Саваоф – это бог небесных воинств. Он им приказ, он выполняет. Скажет, например, Господь, «Этого паршица храни до последнего вздоха». И он встанет возле тебя и будет хранить тебя до последнего вздоха. Не потому что он тебя любит. Ему Бог приказал. Он может потом жаловаться Богу, и сказать, что такого ты мне дал, конечно. Где я только с ним не был. Я уже все увидел в этой жизни с этим подопечным. Но Бог сказал, я хожу. Они, я думаю, так относятся. Правда, там с юмором, наверное, у них не активно. Потому что юмор – это человеческая вещь. Они строгие. У них нет «да», «да», «нет», «нет». Им сказали, они сделают. И их надо бояться. Потому что на каком-то этапе христианское искусство стало изображаться какими-то купидончиками такими. Такими полстопопенькими мальчиками такими, пузастенькими такими, курчавенькими. Такие какие-то такие... Такие с крылышками такими. Вот на Секстинской Мадонне вы можете это видеть. Там Секстинская Мадонна. Там два такие ангелочка сидят такие внизу. Матерь Божия, значит, там сверху папа Сикс и святая великомученица Варвара. Ну, это вот эта известная дрезденская картина из Галерии. А внизу там такие два ангелочка такие. Такие прям такие шкодники-малыши такие. Такие сидят все такие. Кто научил людей рисовать ангела в таком купидонском виде? Ну, у римлян был там этот такой проказник Купидон, который там вечно стрелы свои посылал куда не надо, влюблял людей, хулиганил в общем. Вот. А эти как бы такие какие-то пузастенькие такие малыши. Такие безобразия на самом деле. Просто потому что они грозные, сильные. Слушайте, возьмите почитать, например, первую главу пророка Изакеиля. Там при реке Хаваре Изакеилю в плену являются Херувимы. Это целая страница описаний. Это какой-то ужас. Во-первых, у них четыре лица у всех. Лицо теленка, лицо орла, лицо человека, лицо льва. Они смотрят в разные стороны, покрыты крыльями какими-то, под крыльями человеческие руки. Потом над ними какой-то ясписный свод, какой-то молнии гремят, и между ними ходят молнии. Потом они когда движутся в четыре стороны одновременно почему-то, там он как-то описывает, что они куда смотрят лицо, туда они идут. Под ними какие-то колеса находятся, колеса полные очей. В этих колесах тоже молния там как-то движется. Что-то такое жуткое такое. Он описывает такое, это невозможно нарисовать. Вот, и он когда увидел это все, это Херувимы были. На них сидит Господь, восседает, как он говорит, сидит на Херувимах и восседает на Серафимах. Значит, и он упал без чувств. Иезекииль упал без чувств. И его Бог поднимает на ноги, говорит, сын человеческий, слушай слова пророчества, и он начинает слушать, открывает ему Господь. Исайя, когда видел, там Серафимы, шестокрыла, шесть крыл, шесть крыл вылетают, закрывают лица от страха, закрывают ноги от страха, и друг другу говорят, свят, свят, свят Господь Сававов. Даже они не Богу говорят, они друг другу говорят. Говорят, свят, свят, свят Господь. «Свят, свят, свят». И страшно им. Они закрывают лица и друг с другом так переговариваются. И Исаия говорит, «Горе мне, я погиб. Я человек с нечистыми устами, и мои глаза видели Господа Саваофа, я погиб». Вот они такие страшные. Божья Матерь, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафима. Херувимы страшные вообще. Не просто какие-то неописуемо страшные. Меня зовут Александра. Я родилась в Казани, живу в Москве. Работаю в сфере обучения персонала. Продолжая тема ангела-хранителя, мне интересно все-таки, когда он появляется у человека. Когда он в утробе, когда он родился, или когда происходит процедура крещения. Получается, ангел-хранитель знает, когда наступает час отойти в мир иной, и в этот момент хранить человека не нужно. И что происходит с ангелом-хранителем, когда человек умирает? Служебная инструкция поведения ангела-хранителя в отношении к подопечным. Появляться не позже, чем зачатие, не раньше, чем крещение. Удалиться не позже, получение точного известия о скорой смерти. Хранить больше не надо. Я думаю, что мы ошибемся, где-то на всех этих этапах мы где-то ошибемся. Я думаю, что мы вообще окружены ими. То есть мы окружены ими. Как океан объемлет, шар земной, так жизнь людей кругом объята с нами. И в этих сновидениях, в этих, собственно, их место есть тоже. Я думаю, что некоторые могут иметь и по два, и по три ангела-хранителя. Здесь нет никакой регламентации. Ангелы занимаются ребенком еще и в очреве. Ну, они же духовно, они же могут спокойно пронизывать, так сказать, телесные пространства, они могут к нему там и туда, в очрево зайти. То есть, в принципе, я думаю, а кто им это запретит? Без сомнения, с крещением человека многое меняется в его жизни и в окружающем его мире. И там ему могут даваться еще какие-то друзья и хранители. Там есть, собственно, и молитва, и ангел твой, да предидит пред ним все дни живота его. Есть, кстати, молитва, например, в венчании. Тоже о даровании супругом ангела-хранителя. Когда венчаются пара, то священнику там прям вкладываются в уста слова, что, значит, сотвори, Господи, чтобы ангел твой, ангел-хранитель, значит, хранил их на всех путях их жизни. То есть, мы можем получить еще одну ангела еще в крещении. А священник, например, в хератонии священнике еще одного может получить ангела. То есть, по мере умножения ангела вокруг там, очевидно, там умножаются как бы искушающие там эти враги спасения и так далее. То есть, какая-то там довольно живая такая вещь происходит, которая вряд ли поддается точной регламентации. Вот когда нам уже пора, значит, уходить отсюда, то я думаю, у него есть об этом знание, да, когда ему уже не нужно нас беречь. Вот если нужно тебе уже уходить, так сказать, то он тебя, видимо, и оставляет в это время. Ну что ж, пришло время. Так, я думаю, это вполне реально. Есть такой Стефан Урош, дычанский, сербский король. Его отец, святой тоже, кстати, король Милутин, женился повторным браком на болгарской царевне Анне. И с ней прижил еще там пару деток. И эта Анна, она хотела, чтобы ее дети стали королями. А у короля был, так сказать, у отца был еще старший сын от первого брака. И она оклеветала своего пасынка, что он якобы хотел ее изнасиловать, зная горячий нрав короля. А король долго не разбирался, сослал сына в монастырь, а по дороге дал приказ ослепить его, выколоть ему глаза. Его выкололи, ему выкололи, глаза благополучно, и заперли в монастырь, аж Константинополь. И он горько плакал за то, что его и оскорбили, и оклеветали, и престола лишили, и в монахе постригли, еще и глаз лишили. И явился ему Николай, чудотворец, говорит, не плачь, глаза твои со мной. Показал ему глаза. Говорит, я верну тебе их в свое время. Только ты будь как монах настоящий. Он там пять лет прожил в строгом воздержании. Спустя пять лет Николай ему эти глаза вернул обратно, вставил. Только, говорит, повязку не снимаешь, у тебя опять не выкололи их. Когда все видишь, что с глазами, тебе их опять выколят. Носи повязку, как слепой. И он дальше там жил уже с глазами, но с повязкой. Потом, значит, меняется ситуация в королевстве, его возвращают на престол. И он правит. Правит Сербией. А потом проходит десять лет, и является ему опять святой Николай и говорит ему, время твоего отшествия настало. Мужайся, будь готов. И его задушил родной сын. Опять-таки, из-за власти. То есть, вот, сложилась у человека судьба, как бы, значит, папа ослепил, сын задушил. А Николай и в том случае, и в том, как бы, был... Так вот, если Николай что-то творит, знает, говорит, время твоего отшествия настало. Ну, готовит его. То есть, все. То есть, я тут рядышком с тобой все время, как бы, значит, ну, тебе уже пора, мол, как бы, крепись, мужайся, набирайся сил. Так что, я думаю, что и они тоже знают, как бы, когда пора, когда не пора. То есть, как-то им это больше, конечно, известно. Братья и сестры, возвращаемся в студию, ведем речь об ангельских силах. Здравствуйте, Андрей. Меня зовут Никита. Я магистр реставрации. Родился в Сочи. Когда я жил на Валаме, я нашел такие молитвы на каждый день недели каждому ангелу-хранителю. Ну, там, понедельник Михаилу, вторник Гавриилу, Рафаилу. И вот их всех перечисляют и говорят, что восьмой это был Левицуфер, который он отпал от их чина. Это, как бы, великие, известные нам, важные для нас архангелы. Вот. И у меня появилась ненавязчивая идея узнать имя моего ангела-хранителя. Вот я долго приставал к отцам с этими вопросами, и они говорили, что слушай, ну, как бы там по-другому все устроено, ты туда не лезь. И, в общем, легче человеку подружиться с святым, нежели с ангелом. Потому что святой прожил, как бы, в... Ну, вот... Во плоти. Во плоти, да. Он... Твои проблемы ему ближе, как бы, а ангел, он, вот, как вы говорите, он исполняет приказы. Были ли случаи вдруг, ну, каких-то, ну... Архангелов-то мы знаем, у них вот... Они нам открыты, а какие-то еще... Ну, вы знаете, что у них, конечно, есть имена, потому что непоименованными быть ничего у Бога не может. То есть все, что есть в Божьем мире, имеет имя. И есть вещи, которые Бог сам именует, есть вещи, которые Бог дает человеку поименовать. Например, когда Бог сотворил небо и землю, то небо он назвал небом, землю назвал землей, свет назвал днем, ночь назвал... Тьму назвал ночью. Это он сделал. А уже потом уже называть растения и животных он дал по повелению человеку. Все звезды имеют имена у Бога. То есть, как там пишется, что сотворил множество звезд и всем им нарек имена. Очевидно, что и ангельские существа, они все поименованные. Вот. Но здесь уже можно как бы залезть действительно в какую-то дебрь, поскольку есть такая еврейская ангелология и оккультная ангелология, где действительно много имен призывается всяких там, разные какие-то сложные, какие-то такие страшные, какие-то заговоры, заклятия там. Вот такое. Я думаю, что здесь это такой близкий путь к ошибке, к какому-то запутыванию в ложное знание. Ведь знание – это благо, но не всегда. Есть великая польза от незнания. Когда ты что-то не знаешь, это такое же благо, как если ты это знал. Потому что иногда Бог хранит человека от ненужных знаний. Потому что с некоторыми знаниями жить невозможно. Вот. Как, например, нужно прозорливому человеку любить людей, чтобы знать, что в них и любить их при этом? Он же знает, что они напичканы, нафаршированы всякой дрянью. А он их любит. Значит, знания даются только любящему. А если люди не любят, то эти знания… Так что знания ангельских имен – это одно из запретных знаний, которые нам пока что знать не надо. Мы знаем только в великих семьях ангелов. Да, там Варахиила, Силофиила, Игудиила и так далее. Конечно, Михаила, Гавриила. Вот. И хватит. Вот это вот все Ил. Ил – это, кстати, имя Божие. Или. Элои, Или – это семитское древнее имя Божие. То есть оно присоединено к каждому из ангельских имен. Ну, говорят, что сатана был сатана-ил. А потом это Ил потерял, как бы стал просто сатана. Поэтому, да, с ними трудно дружиться. Они не для дружбы даны вообще. Они даны не для дружбы. Они сильно хранят. Их дело быть невидимыми, кстати говоря. Они не должны быть видимы. Вы знаете, чтобы его увидать или ощутить, как бы-то, ощутить его. Можно не увидать, но ощутить. Нужно оказаться там, где ваша жизнь сидит на волоске. Вот там вы его ощутите. Вот залезешь куда-нибудь в пожар, так он говорит – встань вправо. Ты вправо. Тут балка. Там, где ты только что стоял, значит, она ей рухнет. Погодите с пожарниками. Это сто таких историй расскажет. Говорит, выйди отсюда. Он выходит – ба-бам! Крыша обрушивается. То есть кто-то в этом мире о тебе переживает. Кому-то ты нужен. Кто-то тебя сигнализирует о твоем спасении. То есть встань и выйди отсюда. Кто сказал? Ты встановишься и уходишь. И там, где происходит вот эта война, всякая беда, страх, кровь, слезы, опасность, вот там, конечно, и проявляется это ангельское заступление. А в этой, во всей суете, оно, конечно, смазано. И незачем им лишний раз себя афишировать. Они и не являются, чтобы мы не перепугались. Как явятся, а ты занемеешься. Он скажет, иди отсюда, а ты не сможешь встать даже от страха. Так это дерево упадет, и, то есть, он говорит, что ж ты сделал? Надо было голосом, голосом, на ушко голосом. Являться не надо. Тут явятся еще, а ты помрешь от страха. Можно же помереть от страха? Конечно, можно. Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Наталья. Я из Таганрога и работаю в кризисном центре помощи женщинам и детям. И у меня такой вопрос. Мы говорили здесь, что ангела нельзя увидеть, но очень часто были такие случаи, когда люди могли их услышать. У меня вопрос об ангельском пении. Есть такое даже понятие у человека, да? Можем мы сказать, что вот именно вокальное искусство это попытка подражать ангелам? Да, можем, конечно. Это искусство, которое перейдет с нами в вечность. То есть пойте Богу нашему, пойте, конечно. Вообще, знаете, такое антифонное пение? Антифонное, когда один клирос поет, там, благослови душа моя Господа, благослови Господи, а второй клирос, там, благослови душа моя Господа, там, все, на месте Твоего. Так вот они, 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 они. Это пение подслушанное было. Игнатий Богоносец послушал его и у ангелов. И в церковь было введено это пение, а Златоуст вел его в Константинополе. Оно было введено, как будто на два хора. Когда сходят, два хора поют, один поет, потом второй поет, один, второй, один. А потом, когда сходятся вместе, на середину храма, так это Васия называется. Это пизда, вот два хора, когда они потом выходят вместе, поют что-то вместе в один голос. Потом пять раз сходятся, опять поют антифонно. Так поют ангелы. Поют один, потом второй, потом третий, потом первый, потом второй, потом все вместе. Потом опять один, второй, один, второй. Так что это вполне возможно. Даже есть такая притча еретического происхождения. Народный фольклор, он всегда полуеретический. Повстречались однажды ангел и бес. Они друг друга знали по небесной иерархии. Когда-то они там были все вместе, потом же разделились. И он говорит, ну как там дела? А то говорит, да как так? Да вот, ну вот хожу по миру людей, искушаю. А ты как? Да я что? Говорит, я людей защищаю. А помнишь, говорит, ангел и бес, мы с тобой пели. Мы же вместе с тобой пели. Ох, мы пели тогда Господу, помните? Давай споем с тобой херувимскую, например. Да я уже все ноты забыл, и слова уже не помнишь. Да давай, сейчас вспомнишь, давай, подтягивай. И там он начинает, ангел петь херувимскую, а бес там подвывает, за ним подтягивает. И так дух поет, поет, начинает в ноты попадать. И так сильнее, сильнее, такой он прям расправился. И потихонечку так раз, у него это черное сходит, сходит, сходит. И он раз такой светлый, они вдвоем допели до конца. Он побелел по мере пения. Ну, хотелось бы, чтобы такие вещи бывали, но, повторяю, это народный фольклор такой, духовного содержания, и, как всегда, полуеретический. Потому что в народе оно все смешано такое. Но вот пение может быть, когда вот зайдешь в Храм Божий, там в тоске необъяснимой, а там как грянут, там, хвали душа моя Господа, как бы, думаешь, все, можно жить дальше. Духовная музыка держит человека на плаву. Настоящие звуки настоящего пения, это небесные мелодии, конечно, они дают нам тоже чувство того, что жить надо, и жизнь возможна, и есть другая жизнь. И эта жизнь оправдывает себя достижением вечной жизни. Потому что если человек не достигает вечной жизни, и пропадает по дороге, и губит свою жизнь безвозвратно, тогда возникает вопрос, а зачем он родился? Эти мучения мамины, эти мучения его, это к чему все? То есть только лишь достигая вечной жизни, и находя свое место в грядущем мире, во Христе Иисусе, оправдываясь во Христе, человек оправдывает временную жизнь. Тогда, значит, это было все недаром. Значит, все недаром, все не зря. Потому что если человек погибает, тогда возникает страшный вопрос, зачем все это надо было? Так что нам нужно спасти свою бессмертную душу, войти в число бесплотных духов, пропеть с ними вместе ангельскую песню, и понять, что все, что было за спиной, было не зря и под Божьим оком, что Божье око не моргает, что Господь смотрит недреманно, смотрит за человеком и хочет, чтобы ему было хорошо и в этой жизни, и в будущем. На этих словах мы подошли к финалу нашей передачи. Благодарим вас за внимание, надеемся, что вам было и интересно, и полезно. Спасибо.